друзья всем привет сейчас нарежу сало сначала просте потом по черевину и поеду в больницу почему поеду в больницу потому что там сарайдева на щелевых и попала окалина с болгарки прямо в левый глаз а ну Вика так наведи в него глаз а я так буду дивиться чтоб не моргнуть сейчас а вы внимательно скажете бачите вы окалину или нет она получается прямо по центру такая здорово вот эти защёлки рабы и короче окалина так нарезаем сало и так же по ножам цей ножик их два вида два Трамантина два Бразилия цей ножик я им основную разборку делаю то есть затки лопатку кабину и все его оставляю а цим уже выжиловка костей снятия сала и так дальше то есть более нежные работы почему то того что я как разбираю что допустим задок сустав или кабину отрезаешь сустав мне цей проще он таки более грубейший забить хрусь и все а цей из-за его кончика оцего как бы не забьешь трошки не те воно нема прямого угла но цим хорошо выжиловывать и сало снять вообще играючись ну а цим разборка и вот таких ножей уже вот именно такого ножика что мой любишка вчера звонил представитель больше в продаже его не будет у нас еще есть несколько штук вот такого и больше их не будут работать это он сказал будут работать чуть-чуть другую модификацию ну типа подобный цему но чуть по другому ну подинимся потом как новые будут потому что нам заранее он предупредил сказал сказал осталось сколько то штук вислав их нам и больше их не будет цена такого ножа 620 такого 580 мусат но мусат у меня там в бойне мусат тоже травмонтинно а вот эти ножи 400 кому надо заказывайте есть ну и начинаем пробовать два ножа сначала цей мой любимый вот сейчас рукавички в дину было скользко вот сейчас пальцы будут скользить я лучше в рукавицах воно еще не остивше не остивше сало самое хуже ризать особенно по череву раньше это для меня был кошмар ну а сейчас уже радость и смех так ну начинаем что это лопатка у нас я даже не придавлюю просто виду и все это мой любимчик я все основным делаю а тим только разборка ну тут на любителя можно один взять все робить одним ну я рекомендувала брать два и во первых это для дома очень хороший дома и мы все режем а ты ножом а именно что касается свиноводства начиная до того даже просто братье и сначала так цевношу возле шеи возле шеи убираем отдельно бабушкам вы скажете а что бабушкам они специально его берут потому что и запекают и духовки ну нравится и цей возле шеи сразу раз и отрезал все тоже возле шеи и цена запекан на запеканку так сказать ну и все а дальше начинаем уже обычная технология это хай так да не будем его дробить потому что спина 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 у нас ну вот такая скейка палец пальчик давайте другий возьмем шо ось а так ось а так чё таки квадратики красотища спинка оп так и кссат кто брал у нас ножи раз и таки брали ножи и таки брали ножи и таки брали ножи и мусаты честно вам скажу ни один еще не жаловался, что поганые ножи. Ни один. Ну, единственное, что это мне не понравилось вчера новое, что таких уже не будет. Ну, производства. Ну, может, будет еще лучше. Я не то, что там, а серьезно. Вещи, кашу. Вот так, чтобы в глазаны попадалось. Так, ну, получается, обычно сальце порезал. Это я тестирую, шкурка яка. А теперь тяжелая ординерия, подчеревок. Обрезаю тут, что такое, мне не нравится. Это всякие там, такие жировые кусочки. Дивлюсь, а вот, допустим, таки внутренний я его тоже удаляю. Ну, вообще, правильно, чтобы оно остыло. Не спешить. Ну, дело в том, что надо ехать в больницу витягивать, потому что я целую ночь промучился с этим глазом. И я тоже думал, что надо вперти в больницу. Так, ну что, пробуем подчеревок. Сейчас подчеревок и с этим, и с этим ножом. А там, кому, який больше понравится, напишите. Ну да, тут вот мясо не здорово. Ну, сейчас будет увеличиваться прослойка. Сейчас мы этим ножом эту половинку, а другую половинку другим ножом. Чтобы все было справедливо. здесь не дорезало. Ну, а этот край самый хуже режется, если еще, тем более, живее, вот таки. Самое тяжело. Это обрезок. Теперь край. Готное мясо. Живенькое еще. Вот так. Так, это и убираем. И будем другую половину, другую. А может, и вот так и ложить. Вот так. У два разных ящика положим. Бо мы всегда однотипно складаем. Ну, типа а так. А все, хай вот так теперь будет. и грудинку. А что, грудинку тоже распустить? А? Пожалуйста. Кто-то любит грудинку запекать, кто-то любит просто ее нарезать и есть как подчеревок. Ну, каждый по-разному. Кто любит коптить. И это убираем на охлаждение. Вот так. Это одна половинка. Сейчас будем другую половину делать так же. убираем. Дивимся тут тоже проверяем, что деякий деяка проблема, де який жирок. Убираем. Мы не базарники. То есть базарники, они там делают все по красоте, знают все тонкости, нюансы. Мы не базарники, мы так по-простому, по-домашнему, поэтому не требуйте с нас то, что мы сами не знаем. убираем. Такое, что некрасивое, я убираю от себя. это все остальное красивое. Мусас по-любому надо, потому что одну, две головы убрали одним ножом и надо уже подводить. Буквально несколько раз подвели, он как новый и опять работает. И так, я думаю, минимум пів года. И то, как сказал Андрей, при интенсивной зарядки. А если так, прямо в эту попал щелку. Так, ну давай тут отдаюмся. Вот так. Все, таки, чуть-чуть грубейший нож сам пособей. И цей, ну в принципе тоже то же самое. Ну я бы советовал, если допустим, кто один бере, вот только один, вот мне один, если только один, то лучше оцей взять. Вон более и на разборку, и забить в суставе, и этот, ну более будет универсальный, если один. А если брать два, то понятно, и цей, и той надо брать. А не два таких. Если два, то два раза. А если один, то только цей. Не из-за того, что неудобный, а из-за того, что он более крепкий, таки, более... Хотя я и тим убирал, другим ножом тоже убирал и пробовал полностью разобрать, оттим. Ну нормально, но все лучше разбирать. Что? Все, вот, смотрите, вот такое вот. Так, вот это что-то. и у нас получается другая половинка петчеревка. Петчеревка. Его тоже сюда складаем так же сам. вот так. я думаю, кто-то понимает, ну как погано нарезается подчеревок, особенно таки, на данный момент, наверное, полутуши у нас нема, да, у нас осталось так для себя, то, ну, может, еще одну выделим на полутуши, кому надо заказывать, Цена полутуши это 115-120 гривен. Все получается, если 150 кг, всю бутруху, кабину, это все не считается, только сама туша, ну, разрубана пополам. Это получается две полутуши. 120 гривен килограм, кому надо еще одна есть. Один кантор. Так, тут все, ребра все, так же само берем отбивнушку, смотрим, что тут по ней, по ней все хорошо, по ней все прекрасно. Вот так тряпочки пройшлись, где что, и смотрим, кто же какой-то джирок убрать. Это живение. и, кстати, друзья, скажите, пожалуйста, у кого, яка цена на живой вес. Чего я так спрашиваю? Потому что до меня парень приезжал из Богодухова забрал свинку, он сказал, живой вес у нас 82 гривня, 82 гривня килограмм живой вес. У нас мы вчера звонили, тоже парень знакомый, сказал, вроде бы, 70 75 но у вас по районам и по областям скажите, пожалуйста, тоже ради интереса, может, уже действительно 80 плюс. Надо понимать. ось, оцелось ненужно. Раз, убрали, дивимся, ага, нормально. Убираем ее сюда, следующую берем, так само, дивимся, о, это тут а вышка богатенько. Ну, вообще, правильно, це все робить на остывшу, от остывована, и вы в спокойном режиме це все робите. Все, как я, неправильно, но у нас другого выхода немае. Там я скільки повню всегда так роблю, ну, редко, чтобы вставало, а ну, вот так. Все, все нормально, все шикарно, все, ось, у нас вона называется отбивна. Ось з усею полностью тушу оце обрезки. А, уже тепер и оце обрезки. Оце з одной. з одной, от а до я. Як виходила з сарая, запищала, а потім оце з усією. з усею. А раніше я начинав, ну, як тільки сам начинав, мене обрезки було, перші, як я сам обирав, обрезки було оце полне ящичок. А, щас, ну, вже воно, рука набувається, тому все менше і менше їх. Ну, друзі, ось такі діла, бо вон, Віка, вже махаєш ролик 20 минут. Тут все, тут все, тут все, ребра, щас все, ребра покажу. Ребра такі ось. Не місо. Ребрышки ось такі ось. Хороші ребра. Мясні. Так, всім набок шкрибе. Всім спасиба за внимание. Хай вас не кованы, чорны, шкрибе. Пока.